Дракон в акватории не стран никакой мистики, только факты и немного мифологии. Знакомьтесь, драгонбот, разновидность гребли. Для многих это экзотика, для гребцов обычное дело. Начали гоняться на драконов в Китае еще 2000 лет назад. Сейчас новая волна популярности. В том году делали сравнение, и это на уровне футбола даже в Китае, вообще в Азии, там подальше, у них драгонбот выше даже, чем футбол. Драгонбот – это большое 20-местное каноэ. На носу сидит барабанщик, который задает ритм. Обязательный атрибут – голова дракона и хвост. А вид спорта в будущем может войти в программу Олимпийских игр. 200, 500 и 2 километра. Это такие стандартные, это именно на чемпионате мира проводят. А если проводят в Китае, они могут делать там и по 10 километров, и какие-то круги. Ну, короче, они разнообразные делают. Это проходит как шоу. В Приднестровье драгонбот появился 15 лет назад. Тогда приобрели первый и пока единственный экземпляр. За это время он заполучил еще и сакральный смысл. Каждый год, 19 июня, на драгонботе выходят на воду ветераны. Почтить память грибцов-защитников. С удовольствием выхожу в драконе, потому что собирается коллектив большой. И это такой более, как сказать, если там индивидуально, я сам за себя отвечаю в байдарке, то здесь уже коллектив, и надо всем подстраиваться, все как-то, ну, более так, интересно, очень интересно. У пока единственного дракона в Бендерах может появиться компания. Лодочный парк предложил расширить президент Красносельский.